Пластик – органический материал, основой которого служат синтетические и природные высокомолекулярные соединения. Впервые получил искусственный пластик в 1855 году английский исследователь Александр Паркс. В России об изобретении узнали гораздо позднее – в 1914 году. В 21 веке пластмасса используется чуть ли не во всех отраслях жизнедеятельности человека – в медицине, строительстве, военной промышленности и много где еще. Даже обычные упаковки для продуктов также создаются из этого материала. Основными его достоинствами являются низкая себестоимость, гибкость, достаточная прочность и практически неограниченный срок годности. Правда, последний признак в наше время из плюса превратился в минус. Из-за длительного периода разложения пластмассы скапливаются в почве, в воде и в воздухе, что сильно вредит окружающей среде. Пластик, как правило, это твердые бытовые отходы или коммунальные отходы к категории, по сути, ТКО относится. И когда в любом виде пластик поступает в водный объект, он, как правило, что делает? Он оседает на дно, он захоранивается, покрывает донные отложения. Соответственно, гидробионты, которые живут на дне, для них перекрываются условия, скажем так, дыхания. То есть здесь, может быть, они могут не вылезти, собственно говоря, если под какой-то пластиковой покрышки. И условия газового режима тоже, соответственно, сильно ухудшаются. Поэтому пластик, как любое загрязняющее твердое вещество, он оказывает в этом плане негативное воздействие сразу, приводя к снижению процессов самоочищения. Ученые Токийского смогли создать совершенно новый вид пластика, который по всем характеристикам превосходит обыкновенную пластмассу, которую мы встречаем в повседневной жизни. Главной особенностью материала является полное воспроизведение начальной формы. Исследователи нагрели его до температуры 150 градусов Цельсия. В течение 60 секунд пластик полностью вернулся в свою сходную форму. Еще ученые обнаружили, что новый вид пластмассы гораздо устойчивее к разрушению, чем эпоксидная смола, а также выявили уникальную особенность, которая не встречалась в других видах пластика. В морской воде за 30 дней, по словам исследователей, он биодеградировал на 25 процентов и высвободил молекулы, которые по сути являются пищей для морских обитателей, в основном рыб и удобрением для водорослей. По многим характеристикам новый материал превосходит старый, но пока неизвестно, будет ли он пользоваться спросом у крупных производителей эпоксидной смолы. Полимеры получают из органических молекул мономеров в результате реакции полимеризации либо поликонденсации. Пластмасса используется в качестве заменителей традиционных конструкционных материалов. Это цветные и черные металлы. И там, где эти замены допустимы, обычно удается снизить себестоимость, массу изделия. В некоторых случаях продлить срок службы изделия. Полимер имеет цепное строение, и это предопределяет повышенную прочность сцепления между макромолекулами. Это придает полимерам волоконопленкообразующие свойства, поэтому из полимерных материалов мы получаем волокна, тканые, пленочные материалы. Кроме того, цепное строение обуславливает наличие у полимеров присущего только им свойства, это эластичности, то есть способность к большим обратимым деформациям под действием малых нагрузок. Это свойства характерны для таких полимерных материалов, как каучук и резина, которые, например, применяются для изготовления камер, шин, транспортных средств. Ученые отмечают, что перечисленные особенности делают новый вид пластика идеальным при тенденциях вторичной переработки сырья. Они также обращают внимание на то, что полученный материал можно использовать для автопрома, техобслуживания и ремонта. На данный момент ведутся переговоры с ведущими компаниями мира о внедрении изобретения.